здравствуйте друзья и гости моего канала с вами марина и мои орхидеи сегодня 10 ноября и такой дождь за окном хочу показать вам свое южное окно я поставила на него все цветущие орхидеи из этой комнаты начинаю со своего дикого кота это дикий кот голландской селекции это не просто дикий кот это дикий кот дерево он цветет на двух цветоносах у первого цветоноса длина около метра 2 немножко поменьше и он несчастный был весь погрызен трипсами новые цветочки открываются чистые первые цветочки были погрызены потом пострадали бутоны некоторые бутоны отсохли ну это растение труженик мы его любим за то что он все время растит и новые листья и новые корни и бутоны и мой дикий кот это не исключение героически перенес обработки отсушил часть бутонов но наращивает новые бутоны продолжает свести и радовать меня а рядом с ним стоит моя новиночка это фаленопсис чармер он не пересажен еще долго не будет пересаживаться пока не отсветет ну как можно не купить чармер это мой второй чармер 1 я получал от виолеты а этот куплен здесь у меня в родном моем городе барнауле я просто не могла пройти мимо и кстати он очень похож на дикого кота рядом с ним стоит мой пафиапе делом спицерианом он уже можно сказать до цветает его цветочек стал бледным так он цвел когда только открылся это был второй цветочек на моем пафиапе делами так стояли два брата башмака вместе и тоже видно как выцветает старый цветочек какой яркий новый теперь буду ждать когда моя шикарная розетка даст мне еще один цветочек это очень захватывающие ожидания очень волнительная как появляется стоп-лист и из него растет цветок пафиапе делом а это самая простая белая орхидея у нее есть название но тингхем она тоже была поедена трипсами тоже была обработана батрайдером по тыльной стороне цветочки сохранила есть какое-то очарование в простых белых орхидеях они такие нежные трогательные как невестушки позвольте вам представить это кен шуберт я его покупала в надежде что это будет красивый грандиозный цветок ну хотя бы пять сантиметров но по сравнению с моим сапфиром это такая же букашка мелкая но немножко больше фиолетового размер цветочков ну может быть три с половиной сантиметра ничего грандиозного но у него есть тенденция как у пепл мартина он доращивает на концах цветоносов новые цветочки ну так вот стоит по одному цветочку и дальше наращивает бутончики а это неоновое яркое зрелище это мой сога лоуренс я его покупала в размере 1 и 7 и он в этом году меня порадовал у него такая компактная розетка я у многих видела что листья вырастают большие лопухастые но мой еще пока маленький наверное стесняется у моего есть ярко выраженный запах он чуть-чуть пахнет копченой рыбкой и я даже уловила запах вареной морковки он сладкий цветочный ароматный очень красивый неоновое солнышко рябушка я его очень люблю он очень красивый восковичок цветет уже очень давно уже больше двух месяцев никаких движений я не наблюдаю я надеюсь что он еще долго под цветет а это мой эквестрис бледно-розовый мать героиня папа героиня стоит простит деток цветет радует меня он тоже живет в этой комнате поэтому я поставила на это окно опять показываю его а рядом с ним стоит моя лентяйка чия и янлин варегатная или получала в прошлом году в апреле от евгений чудесной орхидеи и вот дождалась только этим летом она проклюнула цветонос но у меня там в горшке растут два растения одно обычное из леруа мерлен но она не совсем обычная она цветет пилориком 2 чия и янлин в одном горшке но она очень быстро отсвело потому что тоже пришлось обрабатывать моих ненавистных трипсов не он прям быстро сбросил свои цветочки а следующий красотон это мой грин бэтмен он расцвел у меня в этом году на 3 цветоноса причем первые цветочки были бледненькие а последние которые открывались были ярко-ярко с красным крапом прям такие оранжевые очень красивые сейчас он уже доцветает уже два цветоноса стоит голых и только на третьем цветоносе осталось вот совсем немножко цветочков они уже сохнут а следом стоит тоже моя новиночка белый чисто чисто белый биглип у меня их 32 были куплены подростками в размере 2 и 5 цветение от них я так и не дождалась поэтому пошла и купила готовый биглип но справедливости ради хочу сказать у меня один из двух биглипов дал цветонос вот буду ждать когда и домашнее цветение наступит у моего у одного из моих биглипов сейчас у меня еще цветет лека фантастик я его покупала в прошлом году оксаны из астрахани у него осталось сейчас только три цветочка причем видно один выгорел стал розовенький видны следы борьбы с трипсами бутон был поврежден у второго цветочка и третий уже открылся совершенно чистый без всяких следов вредителей вот такие страдальцы у меня в этом году лека фантастик цветет замечательно наращивает корни растит листья это очень хорошее растение и напоследок моя фронтера я покупала в прошлом году на 8 марта она в этом году очень сильно почудила это получается третий заход цветению каждый раз она не могла открыть бутоны отсушивала открыла всего один цветочек мне пришлось удалить цветонос она дала боковое ответвление из бокового ответвления вот наконец-то открыла 4 цветочка она очень красивая мне она очень нравится но что-то уж очень сильно накапризничала в этом цветении я думаю что это из-за того что она растет у меня в грунте в котором присутствует пеностекло и возможно есть там суховато корни замечательные очень много орхидеи в этом году я пересадила практически все пытаюсь создать им хорошие условия для жизни ну а с вами была марина ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пока пока